И в продолжение темы безопасности. В преддверии Пасхи во всех храмах района прошли пожарно-тактические учения. Личный состав 15-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю на практике отработал порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Подробности в следующем материале выпуска. Пожарная спасательная служба. По легенде учений, пожар начался в Свято-Вспенском храме. По тревоге был поднят личный состав славянского пожарно-спасательного гарнизона. Через считанные минуты два пожарных расчета прибыли к месту возгорания. Спасатели развернули пожарные рукава, подготовили необходимое оборудование. После того, как была надета экипировка, пожарные отправились в объятые огнем здания. Оставшихся, по легенде, в задымленном помещении людей выявили, надев на них специальные маски. Во время учений были отработаны порядок действий личного состава, приемы и способы спасения людей, а также проверена боевая готовность подразделений и техники. С поставленными задачами славянские пожарные справились на твердую четверку. Цель этих учений является еще раз в оперативно-тактическом отношении изучить данные объекты, потренировать личный состав еще раз действием притушения пожаров на данных объектах и проведение выкодционных и аварийно-спасательных работ на данных объектах. Личный состав, в данном случае 39-й пожарно-спасательной части, сработал на оценку хорошо. Имеющиеся шероховатости по работе персонала мы устраним в кратчайшие сроки. Ну, в принципе, оцениваем на твердую четверку. Учения проходили совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы, специалисты которого обследовали объект на пожарную безопасность. Провели инструктаж с персоналом храма. Направляете на охотник, нажимаете, да, они все исправны, на давление на жерную стенку стоит, поэтому за это заходится. Все выявленные в ходе учения нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Госпожнадзор провел обеспечение в храме средств пожарной безопасности, то есть наличие системы автоматической противопожарной защиты, это сигнализация, система оповещения людей о пожаре, и состояние перечисления средств пожаротушения, и наружных источников противопожарного доснабжения, то есть наличие указателей соответствующих, ну и, естественно, умение персонала и знание своих обязанностей в случае возникновения чередженной ситуации. Есть определенные недоработки, ну, мы их укажем, думаю, отработаем еще раз все действия и к празднику Пасхи подойдем, подготовленные. В преддверии Пасхи пожарно-тактические учения планируется провести во всех храмах Славянского района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Пасхи пожарно-тактические учения планируется провести во всех храмах Славянского района.